Я никогда ничего не записываю, я никогда не беру никакие деньги ни у кого ни за какие тренировки. Я это все делаю для того, потому что я знаю и моя философия всегда была такая и всегда будет. Помогая вам, я помогаю себе. И поверьте мне, я хочу себе помочь, хотя у меня в принципе все нормально. Я вам расскажу сегодня, почему именно компания Global One. Я постараюсь рассказать немножечко подробнее почему, поэтому прислушайтесь к моей информации. Может быть вам нужно приготовить ручку, приготовьте ручку, бумагу, может быть вы захотите что-то записать. Иногда очень важно не только услышать, но и увидеть. И когда вы слышите цифры, если вы их пишете на бумаге и вы на них смотрите, это просто к вам доходит до вас намного лучше. Потому что, господа, вы даже не можете себе представить, какая сила у вас есть в вашем подсознании. Но, к сожалению, мы все, в том числе и я, ее используем очень-очень мало. Когда меня пригласили в бизнес Global One, я уже на этот момент, это было в июле этого года, не искал никакого бизнеса. У меня есть проект, которым я нахожусь очень много лет. Я стараюсь не прыгать с одного места на другое, хотя у меня есть несколько проектов. Но если я начинаю новый проект, я только начинаю тогда, когда мой предыдущий проект построен. И когда я столкнулся на территории СНГ с 2006 года, когда я стал строить бизнес там, потому что, в принципе, мой основной бизнес построен на англоязычных, он не построен на территории СНГ. И поэтому я мало чего знал раньше, сейчас я немножко знаю больше о той стране, в которой я сам родился и вырос. И я обратил внимание, что люди прыгают с одного места на другое все время. Это просто можно обалдеть. Они не успеют подписаться в один проект и сразу начинают уговаривать своих же дистрибьюторов идти в другой проект. И, как говорят, сами плюют в себе в колодец. Я никак не мог, я до сих пор это тяжело понять. Потому что в сетевом маркетинге, господа, для того, чтобы построить бизнес и заработать деньги, и поменять свои финансовые возможности, это можно сделать только в одном случае. Если вы строите бизнес в одной компании минимум три года. Только тогда и только тогда у вас будет бизнес, который будет вам приносить тот обещаемый пассивный доход, который все обещают и никто не имеет. Потому что, когда вы его построите, бизнес, вот тогда он будет вам платить за все то время, которое вы провели раньше. Знаете, что в сетевом маркетинге сначала люди зарабатывают мало, а работают много. Потом они зарабатывают много, а работают мало. Это все факты сетевого маркетинга, это все то, через что я прошел сам. Я получаю приглашения в бизнесы, разные бизнесы каждый день. Сотни писем. Обычно я даже на них не смотрю, сразу же убираю свои системы, потому что меня не интересует, кто что делает, кто куда меня зовет. Особенно, если я этого человека не знаю. Ведь сетевой маркетинг всегда был, всегда будет, и всегда и есть на сегодняшний день бизнес отношений. Хотя сегодня у нас есть шикарный инструмент. Это инструмент интернет. Заметьте, что я сказал. Я не сказал бизнес интернет, я сказал инструмент интернет. При помощи этого инструмента, если вы знаете, как им правильно пользоваться, вы сможете построить любой бизнес, но все равно сначала с людьми надо наводить контакт. Это небольшое предисловие перед нашим бизнесом Global One. Где-то 5 июля мне позвонил человек, который зовут Хулия Валера. И многие из вас уже о нем слышали. Хулия Валера – это тот человек, который пробыл в сетевом маркетинге более 40 лет. Это человек, который уже заработал многие миллионы долларов. Долларов много раз, как говорится, овер. Я его хорошо знаю. И поэтому, когда он мне позвонил, и я уже знал, что он уже несколько лет живет только для удовольствия своей семьи и просто получает удовольствие от жизни. Ему 65 лет. Он немолодой мальчик. И поэтому, когда он мне позвонил, и я знаю, кто он такой, и он мне звонит и говорит, «Майкл, я возвращаюсь в бизнес. Еще меня хватит еще на один проект». Я просто обалдел, потому что есть ли человек такой, как он, который уже такой богатый, который, ну, ему не нужны деньги. У него уже нету чувства, как это правильно сказать, что такие деньги. Деньги для него безразличны. И вдруг он решает возвращаться в сетевой маркетинг опять. Мне это стало очень интересно. Я ему сразу, я даже не спросил, какая компания, какой продукт. Меня это совершенно не интересовало. Я хочу быть его партнером. И я ему сразу сказал, я с тобой. После этого, после того, как он рассмеялся, он мне начал рассказывать, что за бизнес. Через несколько минут, через полчаса он уже позвонил Скату Эванс, хозяину компании Global One. И мы уже разговаривали троем. Скат Эванс сказал мне очень хорошую вещь. Он говорит, «Майкл, сетевой маркетинг – это очень хорошая, это великолепная индустрия. Это та индустрия, в которой любой из нас, не в зависимости от цвета кожи, не в зависимости от вероисповедания, не в зависимости от, какое у вас образование, каждый из нас может заработать большие деньги. И это факт. Но 97% людей в сетевом маркетинге денег не зарабатывают. Деньги зарабатывают только 3%. Поэтому это хорошая индустрия, но она очень больная. И я ее хочу вылечить. Это мне сказал Скат Эванс, хозяин компании Global One. И я вам покажу, как он это будет делать. В нашей компании Global One, и почему называется Global One? Потому что Global One – это зонт. Под зонтом Global One будет много разных проектов. Пока еще не все проекты запущены. Пока только запущен один. И полностью компания еще тоже не запущена. И у нас есть очень много глычес. Бывают вещи происходят, люди теряются, ошибаются. Короче говоря, не все работает 100%. И это нормально. Вы помните, вы, наверное, многие слышали такое выражение. Люди говорят часто. Вот было бы хорошо, если бы я попал бы в правильное место, в правильное время. Вот смотрите на этого человека. Он заработал такие деньги. Он попал в правильное место, в правильное время. Вы слышали все такую компанию Гербалайф? Самый высокооплаченный дистрибьютор, он такой богатый, что у него даже есть свой собственный остров. Он зарабатывает где-то 20 или 40 миллионов каждый год. Он попал в правильное место, в правильное время. Таких людей очень мало. У меня есть знакомые, которые зарабатывают миллион долларов в месяц. Они попали в правильное место, в правильное время. К чему я вам это говорю, господа? Я вам не буду говорить, что это правильное место и правильное время для вас. Я буду говорить о себе, чтобы вы просто видели и слушали, почему я пришел в этот бизнес, и, может быть, моя информация поможет вам сделать правильный выбор для вас. Я не тот человек, который буду кричать, прыгать вверху вниз и говорить, приходите ко мне, становитесь моими партнерами, вы заработаете много денег, потому что дядя Вася заработал 20 тысяч долларов в первую неделю. Или кто-то заработал миллион долларов в первый год. А такого вы от меня не услышите. Я зарабатываю много денег, но заработаете ли вы эти деньги, только вы это знаете. Поэтому я никогда не пытаюсь никого приглашать, что мое приглашение не построено на том, сколько я или сколько кто-то заработал денег. Людям надо давать всегда правильную информацию, и каждый из вас сможет сделать для себя правильный выбор. Во всяком случае, во всяком случае, вы будете верить тому человеку, кто вам эту информацию даст. я считаю, что я в правильном месте и я считаю, что я попал в это место в правильное время. Когда в будущем на многих из вас, не всех, но многих из вас люди будут показывать пальцами, ваши друзья, ваши друзья, как это происходит и происходило со мной, когда мои друзья говорили, конечно, Майклу повезло, он заработал такие деньги, он попал в самое начало, в самую верхушку компании. Но никто не задумывается о том, что в самом начале компании, до открытия ее открытия, всегда очень много проблем, потому что еще не все работает. И есть очень большие трудности, и не каждый из нас выдержит эти трудности. Есть люди, которые боятся трудностей, они уйдут. И это нормально. Поэтому я считаю со своим 32-летним опытом, сетевого маркетинга. Я человек, который увидел много, увидел всходы, увидел падения, видел, когда люди зарабатывали 100 тысяч долларов в месяц, а потом их не чек уходил на 500 долларов в месяц. Они все теряли. Я это все видел. Я это все проходил. И благодаря моему опыту, не потому что я умнее, чем кто-то из вас, нет. Я такой же, как и вы. Я вам скажу больше, я уверен, что вы все намного грамотнее, чем я. Потому что, к сожалению, так поставила моя судьба, что я даже не закончил среднюю школу. Я в бывшем союзе закончил всего лишь 9 классов. Я занимался спортом. Для меня это было самое главное. Я был в армии. К счастью, в армии я служил в спортбатальоне. Но учиться с учебой у меня было не все хорошо. Хотя я родился в семье учителей. 7 учителей в моей семье было. Половина из них были математики. Поэтому для меня цифры намного понятнее. Поэтому я всегда вижу, где можно заработать. И большинство, не 100%, но большинство раз я всегда был прав. Поэтому все, что я делаю на сегодняшний день и все, что я рассказываю, я просто рассказываю из своего опыта, который я уже прошел. Поэтому если я прошел и пробил тропинку, и я спотыкался, падал, поднимался, опять шел, допускал ошибки, я вас только прошу одно, прислушайтесь к моим словам, чтобы вы не допустили тех ошибок, которых допустил я. В сетевом маркетинге люди зарабатывают деньги, только 3%. Основная масса не зарабатывает деньги по одной простой причине. Они ничего не делают. Потому что над ними нет хозяина. Они работают на себя. И если ты не будешь ничего делать, ты сам себя не накажешь. Тебя жизнь накажет, но сам себя ты не накажешь. И потом, поэтому большое количество людей не делают ничего. Ведь если вы работаете на хозяина, если вы не придете на работу или не будете делать то, что вам говорят, вас уволят. Поэтому вы делаете то, что вы должны делать, чтобы получать зарплату, и чтобы вы могли существовать и во всяком случае финансово поддерживать свою семью. Следующее, почему у людей не получается, потому что секрет успеха в сетевом маркетинге, он такой простой, что основная масса людей никогда это не видит, не обращает на это серьезного внимания, и поэтому у них ничего не получается. И один из самых главных компонентов, что люди, когда приходят в бизнес, они не могут заработать в течение трех месяцев, не первые 30 дней, а в течение 90 дней, они не могут заработать хотя бы ту сумму денег, чтобы перекрыть свой аутошип. Аутошип – это та сумма, которую вы должны проплачивать каждый месяц в той компании, в которой вы находитесь, для того, чтобы вы были квалифицированным дистрибьютором. И большинство людей не могут заработать эту сумму за 90 дней, и в первые 90 дней уходит из бизнеса самое большое количество людей. И эти люди начинают прыгать с одного места в другой, потому что они думают, а, я здесь не мог заработать, эта компания плохая, маркетинг здесь плохой, я пойду заработаю в эту компанию, здесь лучше, он идет в эту компанию, все то же самое. Никто ничего не может заработать, потому что если вы не умеете работать или делаете это неправильно, не в зависимости, в какой компании вы будете находиться, вы все равно ее не построите. Это тоже факт. Я это видел много раз, на многих примерах. Так что же сделал, или пытается, или хочет сделать, или делает Скотт Эванс, компания Global Launch, чтобы это не произошло? Наша компания состоит из трех маркетингов. Первый – это Spinfinity Social Profit Pool. Второй – это Go Global Profit Pool. И третий – это Infinity Wealth Profit Pool. Пока 7 ноября было запущено первый маркетинг, то есть Infinity Wealth Profit Pool, который состоит из матрицы. Но я расскажу о нем последний. Сначала я расскажу про Spinfinity, который будет запущен во второй половине декабря. Spinfinity – это по-английски, spin – это по-английски крутиться. В Spinfinity будут зарабатывать деньги все. Не в зависимости, кто кого привел, привели вы или кого-нибудь, зарабатывать деньги будут все. Но я хочу подчеркнуть, чтобы люди не заблуждались. Потому что, например, на сегодняшний день я вышел на одну из социальных программ на интернете, и я первое, что вижу – реклама. Приходите в Global One. Вам ничего не надо делать, вы будете зарабатывать деньги. Я вас уверяю, что этот человек, который дал такую рекламу, если только он до конца не поймет, что происходит, он никогда денег не заработает. Потому что, если к нему придут люди, которые не хотят ничего делать и будут ждать, пока им заплатят, естественно, это будут просто мертвые души. Поэтому в нашем Spinfinity я объясню, как это работает. Можно будет заработать какие-то деньги, даже если вы никого не привели. И это, в принципе, самая большая мотивация для тех людей, у кого не получается по какой-то причине построить бизнес, он еще не успел, он разбирается, он еще относится к компании не с доверием. И это нормально. Но, представляете себе, вы пришли в бизнес, и пока вы проплатили какую-то сумму денег, и об этом я тоже расскажу, и вы начинаете изучать, вы пытаетесь разговаривать с людьми, но к вам еще никто не подписался. И вдруг проходит три дня, вы заходите в свой бэк-офис, и вам начислена какая-то сумма. Может быть, это маленькая сумма, может быть, это всего лишь доллар, может быть, это всего лишь 50 центов, может быть, это всего лишь 10 долларов. Но уже через три дня пошли начисления. Я считаю, как сетевик, это одна из самых лучших мотиваций для любого сетевика. Так что же происходит в Spinfinity? Здесь Spinfinity существует из трех групп. Фиолетовая группа, зеленая группа и голубая группа. Как только вы подписались в бизнес, из того момента, как вы не подписались, а как вы проплатили, и у нас пять вид проплат. Самая минимальная проплата – это 10 долларов. И если вы во что-то еще, может быть, не верите, не понимаете, ну, у вас никогда не получалось, это нормально. Но если вы проплатите всего лишь 10 долларов, то вы уже себе заработали квалификацию на 30 дней. И через 30 дней вы будете наблюдать, что происходит. И, может быть, вы начнете строить какой-то бизнес. Но минимальная квалификация – это 10 долларов в месяц. Эту квалификацию в будущем вы сможете увеличить. У нас 5 квалификаций. 10 долларов, 25, 50, 75 и 100. В зависимости, сколько вы проплатили в месяц, от этого будет зависеть ваш заработок тоже. Но я еще раз подчеркиваю, если вы еще никого не привели, вы не тот человек, который умеет строить этот бизнес. Может быть, у вас не получалось раньше. Нормально, это все нормально. Тогда не спешите платить 100 долларов, проплатите 10. И вы сами увидите, что произойдет. Как только вы проплатили деньги, вы с этого момента, с этого момента, сколько бы людей не пришло в компанию, не в зависимости, кто их приведет в бизнес, они будут уже считаться под вами. Это не значит, что вы будете видеть их в своем бэк-офисе. Но вы от каждого из них получите какую-то сумму денег, когда начнется первая платежка в фиолетовой группе. Деньги у нас проплачивают каждые три дня. И каждый месяц в один и тот же день. То есть 1 числа, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 и 28. Что значит проплачивать? Это будет подсчет. Например, если 10 числа идет отсчет денег, которые вы, у вас люди проплатили в вашей группе с 7 по 10. Все, кто проплатил с 7 числа по 10, 10 заканчивается в 12.00, 24.00 по нью-йоркскому времени, начинается отсчет. 13 числа через три дня вы увидите эту сумму в бэк-офисе. Свою сумму, сколько вы заработали. И еще через три дня, то из 16 вам проплачивают. Значит, с момента отчета и до момента проплаты проходит 6 дней. Но когда проходит этот цикл, вы будете получать деньги в будущем каждые три дня. И это, конечно, тоже зависит от вашей группы. Значит, когда вы попадаете в фиолетовую группу, это в спинфинити, это самая маленькая группа, и вы получите деньги от того количества людей, которые находятся под вами, в компании, вместе. Это будет небольшой процент, естественно. И процент получения денег от этого процента будет зависеть от того, сколько вы проплатили в месяц. Через три дня вся фиолетовая группа переходит в зеленую группу, там уже будет больше людей, и опять вы начинаете вам проплачивать. Еще через три дня вся зеленая группа переходит в голубую группу. Это самая большая группа. И опять все получают деньги, не в зависимости, кто кого привел. Естественно, это будет сумма небольшая. Через три дня опять вы попадаете в фиолетовую группу. Через три в зеленую, через три в голубую, опять через три дня в фиолетовую, в зеленую, в голубую. И вот так начинается это кружение. Поэтому это называется спинтинати. Конечно, самые большие деньги вы получите, это будет мэтчинг-бонус. Мэтчинг-бонус вы будете получать от тех людей, которых вы привели в бизнес сами лично. Пять поколений вниз. Всех людей, которых вы приведете лично сами. Не в зависимости, когда вы их привели, какое время, где они находятся в вашей структуре. Все люди, которых вы привели сами лично, это будет считаться ваше первое поколение. Всех людей, кого привели они, приведут они, это будет считаться ваше второе поколение. И вы будете получать от 10 до 20% мэтчинг-бонус от пяти поколений людей, которые находятся под вами. Благодаря этому вы сможете опуститься очень глубоко в свою структуру. Вот это будет самое большое количество денег, которое вы будете получать. И среди нас есть люди, у нас уже десятки людей в группе, которые, не десятки, сотни людей в группе, которые получили тысячи долларов, полторы тысячи долларов, пять тысяч долларов. У нас тысячи людей, которые получили сотни долларов, пятьсот долларов. Это все в нашей группе. Но самую большую сумму из этих денег, они все обращают внимание, когда им дается расписание, за что они заработали, это мэтчинг-бонус. Вот в этом сила. Поэтому в нашем бизнесе, конечно, нужно рекрутировать. Но благодаря тому, что даже если вы еще никого не привели, и вы все равно сможете получить какую-то сумму, это будет очень большая, сильная мотивация для многих из нас. Потому что первое, вы увидите, что компания уже платит еще до того, как вы что-то сделали. Следующий вид оплаты, это называется Go Global Profit Pool. Это второй маркетинг. В этом маркетинге что происходит? Все, что мы будем делать в бизнесе, каждый из нас, мы будем получать очки. Эти очки будут равноцельны долларам. И, например, вы привели человека в бизнес. Вы получили очко. Вы привели... Кто-то в вашей группе привел человека в бизнес. Он получил очко. Купили какой-то продукт, получили очко. И так далее, и тому подобное. Все, что будет происходить, все, что будет продаваться в вашей группе, за это вы будете получать очки. И благодаря этих очков вы тоже будете получать деньги каждые три дня, опять-таки за тот промежуток времени. Например, если вам насчитали 10 числа, это за тех людей в вашей группе, которые проплатили от седьмого до десятого. Если у вас человек проплатил одиннадцатого, то на счет этих денег будет уже тринадцатого числа, а получите вы их шестнадцатого. В смысле, шестнадцатого вы увидите, а получите девятнадцатого. Может быть, это еще где-то что-то вам непонятно, это нормально, ничего страшного в этом нет. Вы во всем разберетесь, когда придет время, когда все будет запущено. И так же самое в Global Profit Pool тоже будет Matching Bonus. Поэтому, если вы строите структуру, или те люди, которые это делают, еще будут получать от десяти до двадцати процентов Matching Bonus, от структуры пять поколений вниз. Подчеркиваю, это будут самые большие деньги. Третий маркетинг. Infinity Wealth Profit Pool. Помните, недавно я сказал, что у нас в группе есть люди, даже которые получили, люди такие, как вы, в ваших группах, в ваших структурах, на территории СНГ. У нас уже есть ребята, которые получили больше пяти тысяч долларов. У нас много, кто получил тысячи долларов, две, три. И это всего лишь включено только, включен только один маркетинг. И многие из вас до сих пор еще не понимают, это я отношусь, имеется в виду отношения, я отношусь сейчас к тем людям, которые уже дистрибьюторы, которые уже пришли в компанию, уже проплачивают с 7 ноября. Что отсчет двоих маркетингов уже начался с 7 ноября. И то, что вы получили, это только та часть денег, основную часть вы получите в декабре, во второй половине декабря. Что такое Infinity Wealth Profit Pool? Это матрица. Это матрица 3 на 10. Это значит, что каждый дистрибьютор, когда начинает приводить людей в бизнес, сначала первые три человека попадают на первый уровень, остальные потом идут, начинают идти друг по другу. Например, Альберто Скейла пришел в бизнес. Это человек, который работает, он лидер, и он приводит 10 человек в первую неделю, к примеру. Первые три человека попали к нему на его первый уровень. Остальные 7 попали на второй уровень, и несколько из них попало под одного и под второго. У них получились переливы. Есть и те люди, которые под кого-то попали как перелив, и они начинают работать, и начинают строить структуру, то тот, под кого он попал, будет с этой структуры получать деньги. Это не значит, что такое произойдет с каждым из нас. Например, у меня переливов нету, потому что я их не жду. Я работаю быстро. У меня уже такая структура, что все переливы проходят рядом, они заполняют другие пустые ячейки. Это значит, что когда люди приходят, когда вы работаете и приводите людей, ваша структура, ваша матрица начинает заполняться слева направо. Если у вас уже третий уровень забит, и вы привели нового человека, он уже попадает на второй уровень, или он попадает на следующий уровень, в следующую клеточку, которая еще пустая, и по того человека, которого он попал, считайте, что ему повезло, особенно если этот дистрибьютор, которого вы привели, начнет работать. Я вчера разговаривал с человеком, который живет в Америке, он мне позвонил. Я давно о нем не слышал, но я его подписал в бизнес одного из первых людей в нашей компании. Он очень занятый, у него очень хорошая работа, он очень занятый человек, и он как-то все это прошло у него мимо. Единственное, что он сделал, когда пришло время проплатиться, он проплатился. Но он мне вчера звонит, он мне говорит, ты знаешь, Майкл, сколько у меня людей подо мной? Я не знаю. Пять тысяч человек! Да, ему повезло. Ему повезло благодаря тому, что я работаю, и потому что он был один из первых. И человека, которого я привел в бизнес, который попал под него, оказался рабочим, и стал строить свою структуру, и привел большое количество людей, и они привели большое количество людей, и так далее, и тому подобное. И вот одному повезло, который никого не привел, а уже имеет пять тысяч дистрибьюторов, и уже зарабатывает деньги. Единственное, что этот человек теперь будет работать, он теперь будет, как говорится, рылом землю пахать, потому что он увидел, что происходит. Он теперь захочет, чтобы у него в группе были люди, которых он приведет, которые, чтобы тоже получили переливы от него. Мне пишут письма. Майкл, что это такое? Где обещание? Я пришел в бизнес, и подо мной нет ни одного перелива. Я звоню человеку и говорю, а от кого вы ждете перелива, если над вами стоит человек, над ним стоит человек, и над ним стоит человек, и все ждут перелива. От кого он придет? Переливы хорошо, знаете, для кого? Для людей, которые строят бизнес. Например, таких людей, которых приводит Альбертос, потому что Альбертос работает, и благодаря его работе людей, которых он привел в начале, они получат пользу от работы Альбертоса. И, естественно, мы будем надеяться, что эти люди будут делать то же самое для своих дистрибьюторов. Но в любом случае здесь есть возможность, когда кто-то начнет зарабатывать деньги, еще никого не приведя, только благодаря тому, что человек над ним привел, и это оказались рабочие люди. Я это рассказываю немножко подробнее про переливы, чтобы люди понимали, что это такое, и не считали, что переливы получат все. К сожалению, так это не работает. Рано или поздно, может быть, но только в том случае, если вы ничего не делаете. Но если вы ничего не делаете, вы просто не выдержите, и вы уйдете из бизнеса. Мы находимся в бизнесе сетевом маркетинге. В бизнесе надо работать, как и в любом другом. Каждый из вас в матрице получит матчинг-бонус со своей структурой с четвертого уровня. До 20% матчинг-бонус не в зависимости, привели вы этих людей или нет. Если вам повезло, и под вас попали переливы, и уже на четвертом уровне есть люди, хотя бы один человек, вы от него будете получать матчинг-бонус от той суммы, которую он заработает в матрице. Но для того, чтобы быть активным и получить 20%, вы должны проплатить 100 долларов в месяц. Плюс, каждый из вас, если у вас есть люди, в зависимости от людей, вы будете получать от 10% до 20% матчинг-бонус с 5 поколений структуры. Я имею в виду со всех тех людей, которых вы привели сами. И это тоже 5 поколений. Господа, когда я смотрю в бэк-офис, и многие такие, как я, не только я, и когда мы видим проплату, и я смотрю, сколько я получил с матрицы, мой чек, мой мэчинг-бонус где-то раз в 12 больше, чем той суммы, которую я получил с матрицы. Потому что, когда людей много, и вы с каждого начинаете получать 5 уровней вниз, мэчинг-бонус, а у нас в группе есть люди, которые, я разговаривал сегодня с человеком, я не буду называть его имя, ему всего лишь 21 год. И он не получил переливы, он строит сам. В его группе уже больше 10 тысяч дистрибьюторов. Представляете, если все эти 10 тысяч человек проплотят? Сколько он получит мэчинг-бонусов? Даже если это будет по доллару. А что, если это будет по 3 доллара? По 10 долларов? По 20 долларов? Это просто фантастические суммы будут зарабатывать люди в нашем бизнесе, которые пришли сегодня. Потому что им будет легче завтра. И те люди, которые придут в наш бизнес через год, через два, через пять, будут смотреть на вас, показывать пальцами и говорить, как это говорят мне, мои друзья. Конечно, ему повезло. Альбертосу повезло. Альбертос попал туда в самом начале, в правильное время. Но никто не знал, какими трудностями сталкивался Альбертос. Как ему звонили, и делали головную боль его дистрибьюторы, что что-то в бэк-офисе получилось, поменялось. То он был платным, то он стал аффилиейт. Глычиц еще очень много. И происходят такие моменты, к сожалению. И еще один важный момент. Почему это происходит? Потому что то, что происходит на сегодняшний день в сетевом маркетинге в компании Global One, еще не происходило никогда в жизни на планете Земля. Господа, если вы посмотрите, все крупные компании, такие компании, как Amway, которые торгуют на сегодняшний день 7 миллиардов долларов в год, это первая компания в мире сетевого маркетинга, и никто не побил их ни рекорд. Если вы посмотрите на такую компанию Гербалайф, которые, может быть, много из вас на них смотрят и плюются, это вторая компания в мире, в сетевом маркетинге, она торгует 3 миллиарда долларов в год. Таких компаний всего несколько. Так вот, когда эти компании открывались, в среднем новая компания открывается тысячу человек, пятьсот человек, но самое большое две тысячи человек. Господа, у нас уже в бизнесе более семьсот тысяч дистрибьюторов. Это, конечно, это не значит, что они все проплатили, это понятно. Но у нас семьсот тысяч человек уже в структуре. Вы вообще представляете, что это такое? Я уверен, что никто из вас не представляет, потому что из вас еще никто, в том числе и я, мы такого не видели. Поэтому, конечно, есть глычи. Это нормально. Их не будет. Когда их не будет, нам будет всем хорошо. Но я не хочу попасть в компанию, когда их не будет, потому что это будет поздно. Это будет поздно для людей, которые хотят заработать десятки тысяч в месяц, 20, 50, 100 тысяч и больше в месяц. Я не говорю о год. Конечно, все этого не заработают, потому что, к сожалению, не все выдержат трудности компании. Это нормально. Будет происходить естественный отбор. Как я называю их всех нытики, они уйдут. Они потом жалеть будут, но они уйдут. Я вам расскажу одну историю, потом я продолжу за наш маркетинг. Я вам расскажу одну историю. Это не произошло со мной. Я просто услышал это от человека, с которым это произошло. Я как-то был на одной из презентаций и вышел на сцену человек. Он был немолодой. И он говорит, я хочу рассказать вам, господа, свою историю. Вы все знаете о такой компании Microsoft. Так вот, когда Microsoft зарождалась в 1978 году, когда у Билл Гейтса, и там была группа людей, группа молодых ребят, очень талантливых ребят, которые собрались, чтобы открыть эту компанию, у них не хватало денег. Плюс они открывали, как в будущем мы поняли, это просто гигант. И этот человек, я не помню его имени, который выступал со сцены, он по профессии программы. И он был один из первых людей, который пришел работать в компанию Microsoft еще в 1978 году. И в то время они получали зарплату 8 долларов и 50 центов в час. Здесь многим платят по часовую зарплату. И в какой-то момент Билл Гейтс собрал своих рабочих и сказал, господа, у нас есть финансовые затруднения. Ну, бизнес растет очень сильно, а достаточно финансов их под его, как говорится, подогреть, нет. Поэтому мне к вам такое предложение. Если вы не против, мы вам будем платить не 8,50 в час, мы будем вам платить 6 долларов в час, а 2,50 будем платить стаками компании. И этот человек, этот человек, и там было таких многих, которые сказали, а зачем нам нужны ваши стаки? Что с вами будет завтра? Кто знает? А я могу пойти на любую фабрику и работать программором и зарабатывать 8,50 в час. И они ушли. Так я вам пример приведу, что произошло с теми людьми, которые остались. Потому что этот человек, который выступал на сцене, у него было несколько друзей, с которыми до сих пор он поддерживает отношения, которые остались работать в компании Microsoft, потому что они поверили в это. Хотя было много проблем и даже денег не хватало. Если человек в Америке работает 40 часов в день и 40 часов умножить на 2,50, это то, что им платили стаки, это получалось, что... Одну секундочку. Это получалось, что им платили в неделю стаками где-то 100 долларов. Одну секундочку. Я просто хочу, чтобы вы услышали эту цифру. 100 долларов. Это значит в год, в год они получали стаками 5,200 долларов. Я не буду идти дальше. Я остановлюсь только на 5,200 долларов стаками. Так вот, господа, если в 1978 году вы купили стаки в Microsoft на 600 долларов, всего лишь на 600 долларов, на сегодняшний день эти стаки оцениваются в 52 миллиона долларов. А эти люди за год заработали стаками 5,200 долларов. Они заработали сотни миллионов долларов много раз. И они стали очень-очень богатые люди. А этот несчастный человек выступал на сцене и говорит, что больше я такую ошибку в своей жизни никогда не сделаю. Только проблема в том, что больше он такой оппортунити никогда в своей жизни не увидит. Я не знаю, произойдет ли то же самое с нами или нет. Но то, что мы попали в колоссальное место, и то, что те люди, которые не боятся вот этих трудностей, они выживут. Вы даже себе не представляете, что будет с нами в следующем, в 2013 году. Какое финансовое благополучие эта компания принесет многим из нас, тем, кто останется. Я продолжу насчет Infinity Wealth Profit Pool, то есть матрица. У нас будет еще пять пулов, в которые будет идти 1% дохода компании каждый месяц. И этот доход будет делиться между людьми, которые получили одну звезду, стали. Что это значит? Что если как только вы платите 100 долларов в месяц, и вы привели 10 человек сами лично, которые тоже платят 100 долларов в месяц, вы становитесь, вы получаете звезду, вы будете начинать называться платанем с одной звездой. Вы попадаете в первый пул компании, который предназначен для этого и на всех вас будет делиться, например, если компания заработает миллион долларов в месяц, 10% это получается 100 тысяч долларов, в смысле не 10, 1%, это 10 тысяч долларов, и это 10 тысяч долларов будет делиться между всеми дистрибьюторами, которые квалифицированы на одну звезду. Плюс, если вы были, раньше у вас была матрица 3 на 10, то теперь будет не 3 на 10, а 4, но четвертая нога будет не на 10, а до бесконечности. Это поможет многим из вас очень опуститься глубоко в свою структуру, потому что самые большие деньги будут внизу, а не наверху. Если вы приведете 20 человек, и они все проплотят минимум 100 долларов, вы получаете вторую звезду, и вы получаете еще одну ногу, и вы попадаете в еще один пул, и теперь будете уже получать деньги и с первого пула, и со второго пула, и так будет до 5 звезд. То есть те люди, которые будут иметь 50 человек, и все они проплатят 100 долларов, вы получите 5 отдельных ног, и вы будете в 5 пулах. И естественно, чем выше пул, чем меньше народу будет в пулах, тем больше будет ваша часть, которую вы будете получать. Наша компания еще сделает один подарок для нас, который не делается ни в какой компании сетевого маркетинга. У нас будет пул, куда будут эти деньги от продаж самой компании, не дистрибьюторов, а самой компании. Наша компания тоже будет продавать продукты. Я не буду сейчас говорить о каких продуктах, скоро вы все это сами узнаете. Многие из вас уже знают и слышали. Но все, что компания будет продавать сама лично, в крупные организации, то сумма профита, дохода, не всего дохода, а какой-то процент дохода, будет идти в эти пулы. И они будут делиться между всеми дистрибьюторами в компании. Кстати, когда Скат Эванс мне это сказал, я ему говорю, Скат, ты меня извини, у меня к тебе вопрос, потому что я знаю, что мне такой вопрос зададут тоже. А если ты сам продаешь продукт, а зачем мы тебе нужны? Он меня выслушал, опять рассмеялся, говорит, Майкл, ты понимаешь, мы же находимся в бизнесе сетевого маркетинга. Все равно столько продукта, сколько смогу продать я, и столько продукта, сколько продаст вся компания в зависимости от дистрибьюторов. Это будет большая разница. Поэтому, чем больше дистрибьюторов компания, каждый дистрибьютор должен платить какую-то сумму в месяц, от этого будет благополучие компании расти. А если компании хорошо, дистрибьюторам хорошо. Поэтому, я же не буду давать весь профит продуктов, я буду давать определенный продукт. Но, благодаря тому, что я дам возможность людям заработать, у которых еще структуры маленькие, может быть, они еще никого не успели привезти, это будет им, будет легче рекрутировать людей в бизнес. У меня сразу отпали все вопросы. Вы помните, я вам рассказывал, что Global One это зонт, а под зонтом Global One будут другие проекты. Первый проект, который уже запустили, это софтвер, немножечко с ней тяжело обращаться людям русскоязычным, но это первая программа. Следующая выходит программа, она выйдет, если я не ошибаюсь, у нас, кстати, будет, я сегодня сделаю сообщение, у нас будет встреча с хозяином компании Scott Evans, в принципе, я могу уже вам сообщить, эта встреча произойдет в пятницу, вот в эту пятницу, 30 ноября, 19.00 по московскому времени, я всем позже вышлю адрес комнаты, адрес комнаты будет другой, это будет комната компания, потому что она вмещает большое количество людей, это будет сделано только для русскоязычных, потому что я буду переводить вопросы и ответы, я уже получил много вопросов, кстати, если у кого-то есть еще какие-то конкретные вопросы, вы можете мне прислать по электронной почте или по скайпу, я скопирую и тоже внесу список, который я задам скату, я не буду забегать вперед, насколько я знаю, новые проекты, это будет это будет байопродукт, это будет травл продукт и это будет электронные магазины, начнется в первых числах января, значит, первые числа после нового года, первые числа января будут запущены эти проекты, в пятницу мы узнаем точнее, каждый из вас сможет получить веб-сайт и заниматься одним проектом или заниматься несколькими, это каждого свое дело, но каждый сможет проплачивать за тот проект, который он хочет, если вы захотите иметь, владеть травл бизнесом, вы сможете проплачивать свою квалификацию за травл бизнес, если вы хотите заниматься интернет бизнесом, интернет магазин, магазины, которые будут у нас, это одни из самых крупных, повторяю, это самые крупные компании в мире, которые будут делать и рассылку товара сами. Это уже компании, которых веб-сайт существует. Нас просто подсоединят к ихней, как говорится, к ихней системе. И у нас будут свои веб-сайты, но это уже все рабочее. И вы сможете продавать любой продукт по всему миру на интернете. В будущем я буду вам проводить тренировки, как это делать правильно. Чтобы вы смогли зарабатывать деньги и от этого. И это еще будет один из доходов у вас. Я хочу рассказать одну новость, господа. Еще одну новость, которая новая в нашем маркетинге. И она еще не запущена. Она будет запущена, когда начнется фаза номер три. Я думаю, что это будет запущено или, наверное, конец декабря. Опять-таки мы это все сможем узнать в пятницу. Нам еще будут платить, это называется, Fast Start Bonus. Fast Start Bonus существует во всех компаниях сетевого маркетинга. Но разница в том, что во всех компаниях обычно это платится один раз. Вот вы привели нового дистрибьютора. И за то, что вы его привели, вы получили какую-то сумму денег. А следующий месяц вы уже получаете в зависимости от вашего маркетинга. Этого бонуса вы не получаете больше. Мы будем получать этот бонус каждый месяц и пять поколений вниз. Это значит, что все люди, которых привели вы и которых привели они пять поколений вниз, вы будете получать этот бонус. Я вам, вы можете, если хотите приготовить бумагу, я вам скажу, что вы могли записать. Потому что я вам дам цифры. Если вы привели человека в бизнес и он проплатил 10 долларов, вы будете получать с этого человека еще экстра. Это кроме всего основного, кроме всех наших маркетингов, кроме того, что вы получаете в Матрице, в Spinfinity и в Global Pool. Это отдельное, это новое. Вы будете получать со всех людей пять поколений вниз в вашей структуре 50 центов, если он проплатил 10 долларов. Если он проплатил 25 долларов, вы будете получать доллар 20... Я извиняюсь, я возвращаюсь обратно. Если людей, которых вы привели сами лично, не вся структура, а сами лично, вы будете получать с 10 долларов 50 центов, с 25 долларов 25, с 50 2.50, с 75 3.75 и если человек платит 100 долларов в месяц, вы будете получать 5 долларов. И со всей своей структуры пять поколений вниз, то есть со второго поколения по пятой, вы будете получать 10 центов, 25, 50, с 75 центов и люди, которые будут платить 100 долларов в месяц, вы будете с них получать доллар. Помните, я вам рассказывал, что у нас есть молодой парень, которому всего лишь 25 лет, ой, 21 год, у которого в структуре уже 10 тысяч, уже больше 10 тысяч человек. Представляете, если эти все люди будут, если он будет со всех получать по доллару, а даже по 50 центов, это еще экстра 5 тысяч долларов ему в карман. Чтоб вы запомнили, что эти новые деньги каждый из вас будет получать каждый месяц, или точнее каждые три дня, в зависимости, кто когда проплатил.